Здравствуйте! Вы смотрите новости на Антене 7 в студии Анна Рыбина. Сегодня в выпуске. Малышка на миллионы. Мы ставим любой двигатель под заказчика. Бездорожье не проблема для амфибии. Каникулы в Сибири. Холодно. Английские школьники испытывают русское гостеприимство. Свет мой зеркальце скажи. Боди-арт она невостребованная процедура. Стилисты города сразились на подиуме. А также болеем за наших на Олимпиаде и смотрим кино. И в дождь, и в снег, по земле, и по воде, по снегу, по льду. Вездеходам на воздушной подушке все ни по чем. Сегодня в открытом поле презентовали частные разработки. В машине амфибии прокатились Денис Ионос и Сергей Гаврилов. В России самое длинное северное побережье. И по мнению специалистов, дорог там не будет еще лет 500. Чудеса на виражах не иначе. Вездеход не едет, буквально летит по снежному полю. Над снегом скорость развивается до 90 км в час. Это трехместная модель АСВП. Амфибийное судно на воздушной подушке. Разработка и производство Made in Oms. Судно в первую очередь рассчитано на рыбаков и охотников. То есть на частных покупателей. Явно не бедно. Такая малышка стоит около полутора миллионов рублей. Сейчас эти машины сделаны на бензине. Но на эти машины есть 3D-модель. Мы ставим любой двигатель под заказчика. Буквально захотел заказчик 600 сил себе поставить. И винт 2,5 метра, а не штатные 2. Мы, в принципе, это решаем за неделю. Еще в течение месяца будет все стоять. Модель СК-10. Десятиместное судно создавалось под надзором инспекции по маломерным судам МЧС. В первую очередь оно может быть полезно при патрулировании на озерах. Лучше автомобили и лодок. Снегоходов у службы нет. Этот аппарат, как раз, когда становится лед, лед уменьшается в толщине, люди выходят на лед. И вот для патрулирования именно на Крутинских озерах эта машина будет очень актуальна. Но и стоит эта модель в разы дороже. Порядка 6,5 миллионов рублей. Но все же дешевле, чем распространяемая в стране модель Арктика. Это еще опытный образец, но уже сейчас можно увидеть, как будут выглядеть серийники. Приборная панель выполнена из кожи. Вот такие хромированные ручки. На презентацию разработок пригласили мэра города с задачей найти поддержку для таких малых предприятий с интересными и перспективными разработками. Вячеслав Двораковский осмотрел все модели, заглянул в кабины и заинтересовался. Сейчас будем продумывать программу с промышленниками города Омска с тем, чтобы запустить производство. Безусловно, и нужно думать об тем, как обеспечить финансирование для развития этой программы. Это, по словам мэра, возможно только в совместной работе администрации города и области. А пока у разработчиков есть время доделать опытные образцы. Денис Ионос, Сергей Гаврилов, Антенна 7. Главная спортивная новость дня. Российская сборная по фигурному катанию вернула чемпионское звание в соревнованиях спортивных пар. Вчера в Сочи сразу две спортивные пары в личном зачете заняли высшие ступени Олимпийского пьедестала. Пара Татьяны Волосожар и Максима Транькова завоевала золотые медали, установив мировой рекорд. Они набрали 236,86 балла. Серебряные награды у Ксении Столбовой и Федора Климова. Сегодня и завтра короткая и произвольная программа у мужчин. В воскресенье бороться за медали начнут танцевальные пары, а на следующей неделе – женщины. Свой прогноз их выступлению дал побывавший в Омске следовым шоу олимпийский чемпион Алексей Ягудин. «Скорее всего в танцах мы будем третьими. Девочки очень приятно удивили в этом году. Полгода назад, наверное, никто бы и представить не мог, что вот так будет. Но они не только хорошо выступили, но самое главное – их начали хорошо судить. Это очень важный фактор. Поэтому у девочек, может быть, шанс есть занять призовое место». На этой олимпиаде уже приятно удивила 15-летняя Юлия Липницкая из Екатеринбурга, которая не по годам зрела и уверенно выполнила свою программу в командных соревнованиях, завоевав первое место среди женщин. Коньки становятся модным видом спорта и у юных омичей. На «Красной звезде» постепенно развивается спортивная база. 125 юных спортсменов стартовали в первенстве Омской области по конькобежному спорту. Успехи российских олимпийцев, прежде всего начинавшие в Омске конькобежки Ольги Граф, добавили настроя юным омичам. «У меня сегодня двойной настрой. Стартовали олимпийские игры. Мне хочется когда-нибудь на них поучаствовать. Я стараюсь изо всех сил, чтобы получить хороший результат». «Это мероприятие – это как раз подтверждение того, что массовый детский спорт должен быть впереди. И относиться к нему нужно сегодня профессионально. С полным объемом, чтобы создать такие условия, чтобы ребятишки чувствовали себя комфортно. Не только на стадионной рядовом, на лыжне, на других спортивных площадках». В эти минуты сборная России по хоккею начинает свой первый матч на Олимпийском турнире. Соперник – команда Словении. На лед выйдут действующий игрок авангарда Александр Попов, экс-хоккеист Ястребов Антон Белов, родившийся и начинавший свою карьеру в Омске, НХЛовец Никита Никитин. Хоккейный эксперт нашей телекомпании, наставник, вырастивший двух чемпионов мира, заслуженный тренер России Сергей Герсонский, считает, что проблему в матче со словенцами у нашей сборной быть не должно. И вообще турнир в Сочи обещает стать для россиян успешным. «У нас шансов очень много. Очень много. Надежды в этом есть. Те ребята, которые в НХЛ, они сравниваются с теми ребятами, которые будут представителями НХЛ в других командах, с которыми будет встречаться наша команда. А то, что у Белядинова было время функционально подготовить команду, тут бесспорно. Он в этом плане человек опытный, умеющий, знающий, и уверенность есть в том, что ребята будут готовы функционально хорошо». Напомню, на предварительном этапе Олимпийского турнира сборная России проведет три матча за четыре дня. Кроме словенцев, сыграем еще в субботу с американцами и в воскресенье со словаками. Победа в этих трех встречах гарантирует первое место в группе и прямой выход в четвертьфинал, минуя стадию квалификации. Соревновательный дух в дни Олимпиады захватил не только спортсменов и болельщиков. Быстрее и краше у омских визажистов, парикмахеров, специалистов по боди-арту и маникюру свои состязания. В преддверии Международного фестиваля красоты «Невские берега», который пройдет в Петербурге с 20 по 23 февраля, отбирают самых ловких, амбициозных, а главное креативных. Марина Бугрова и Василий Миличенко знают больше. Седьмой чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису запомнится важной особенностью. Впервые на конкурсе стилистов юниоров значительно больше, чем профессионалов. Четыре, три, два... 90 минут подошли к своему завершению. Участницы соревнований выходят из поля. Фантазийный макияж на тему «Ирис» своим моделям, кажется, успели сделать все. Марина Фомина долго не дает интервью. Несколько минут юниор смотрит на созданный образ. Вроде бы все удалось. Но выиграть в этом чемпионате для студентки четвертого курса не главное. Говорит, просто для себя решила устроить испытание. В первую очередь, наверное, проверку себя. Насколько выдержать можно, насколько стрессоусоучивость есть. Ну и на скорости, по технике. Для того, чтобы придумать образ и найти модель, участникам дали две недели. У кого-то получилось все сразу. Кто-то, как Наталья, практически пришел в отчаяние, но не сдался. Я готовилась буквально за день, за два. Искала модели, продумывала весь образ. Даже получилось так, что некоторые модели отказались. И мне пришлось одну модель на все номинации брать. На соседней площадке коллеги визажистов, мастера будиарта. Участников немного, зато материала для рисования обилие. Тело модели сначала грунтуют. Потом уже в ход идут карандаши, краски, тени, помада. Главное требование, чтобы было не токсично. Данная номинация очень сложная, ее выполняют очень мало людей в городе. И она продолжается четыре часа. Омск не боди-артный город? Нет, Омск боди-артный город, город визажистов. И все-таки у нас процветает область искусства. Но боди-арт, она не востребованная процедура. Все-таки мы работаем на салон. Омск живет на той же самой волне, что и живет весь мир. Хотя противоречивые мнения на это существуют. Но на самом деле к нам приезжают очень многие известные стилисты, мастера из-за рубежа, из центра России. То есть мы успеваем отслеживать тенденции. Интересными омскими моделями всерьез заинтересовалась независимая жюри. В этом году впервые в его составе представители Новосибирска, Челябинска, Тюмени, Москвы. Все как один говорят о высоком уровне подготовки участников. Хочется, наверное, пожелание больше такое высказать, чтобы мастера не боялись, а участвовали. То есть хочется как-то массовости какой-то. Потому что, скажем так, это дает для мастеров очень хороший старт. Новинкой этого чемпионата стала номинация Fashion City. Ее привезли с питерского фестиваля красоты «Невские берега». Отныне городская мода будет постоянной и на омских региональных соревнованиях. Марина Бугрова и Василий Мельниченко. Антенна 7. Парикмахеры и визажисты всегда заработают на кусок хлеба с маслом издержки профессии. А вот зарплата бюджетников должна повышаться и дальше. Такую задачу поставил губернатор Виктор Назаров. В 2013 году темпы роста, установленные указом президента для отдельных категорий работников, выполнены. В среднем на 25% зарплата выросла у педагогов общего дошкольного образования, преподавателей, работников культуры, соц- и медработников. Я хотел бы отметить и дать четкое понимание, что указы президента с учетом финансового вложения бюджета должны быть выполнены в полном объеме. Это касается всех министерств, которые направлены, указы президента на повышение заработной платы. Прошу себе взять это за основу и принять в работу. Hello, how are you? В Омске делегация студентов из Великобритании. Десятилетняя профессиональная связь 140-й гимназии и спортивного колледжа графства Большой Манчестер получила новый виток развития. Для чего дети с Туманного Альбиона, потомки великих колонизаторов, приехали в Сибирь, узнавали Наэль Барбар и Андрей Кузьмин. Если наши гимназисты и пытались удивить студентов из Великобритании, то это им удалось наверняка. Это видно по лицам гостей на церемонии открытия. Конечно, в первый день визита впечатление масса, говорит 15-летняя Лорен Фоме. И переварить все увиденное пока сложно, но без сомнений главное, что запомнится, возможно, на всю жизнь, это попробуйте догадаться. Холодно, но мне очень нравится, что здесь только снега и люди очень приветливые. Церемония открытия международного проекта под названием «Мои Олимпийские игры» в официальной части ничем не уступала играм в Сочи. Тут и приветствие на двух языках, торжественный вынос флагов, конечно, масштабы другие. Суть проекта – сплотить детей из разных культур вокруг темы спорта и олимпийских игр, творчества, соревнования и простое общение. Лучше всего описать цель этого визита нам смогла руководитель проекта с британской стороны Лиза Паркер. Главное – это, конечно, развитие уверенности в себе, потому что в Англии, когда ребенок может что-то делать хорошо, у него не всегда хватает смелости это показать, потому что везде существуют такие понятия, как насмешки и издевательства, но после этого визита они поймут, что нельзя бояться этого. Сотрудничество 140-й гимназии спортивного колледжа Броуд Оук началось еще в 2004 году с визита в наш город британских педагогов. Это инициатива спортивного комитета Великобритании. Через полгода состоялся ответный визит, и с тех пор учебные заведения находятся в тесном контакте. За все это время были организованы 10 обучающих проектов – магия мюзиклов, здоровый образ жизни и другие. Для того, чтобы школьники непосредственно от своих же сверстников узнавали, как живут дети, какие есть у них проекты социальные в их стране, каким образом они там реализуются, как они живут и что вообще возможно сделать, какие можно новые проекты простроить, для того, чтобы было интересно. Впереди у гостей с Туманного Альбиона целая неделя. Мы будем следить за ходом этих сибирских каникул и обязательно расскажем, чем все закончится. На Эльбурбар, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Завтра, 14 февраля, День Святого Валентина. А кто празднику рад, накануне забронировал последний ряд в кинотеатре. Какие картины влюбленные могут посмотреть между поцелуями, расскажут наши корреспонденты. Ожоги четвертой степени, 80% кожных покровов. Даже если он выживет, нижняя часть тела будет парализована. Остаток жизни он проведет в инвалидном кресле. Вы сказали, что можете его спасти. Как? Как в «Аватаре», только без Пандоры и синих человечков. На экраны возвращается Робокоп, герой эпохи видеосалонов. Оригинал, вышедший 27 лет назад, был по-хорошему трэшевым, провокационным и у нового варианта есть шансы повторить успех. Главную партию исполняет звезда сериала «Убийство» Юэль Кинаман. Каким-то образом он действует вопреки задачам, заложенным в компьютер. Афера по-американски – это история о том, как в конце 70-х пара попавшихся жуликов помогали ФБРовцам ловить других жуликов. На наживку попались больше 30 чиновников, парочка сенаторов, 6 членов палаты представителей, один крутой наемный убийца и несколько шишек из мафиозной структуры. Кого в итоге посадили и чем все закончилось, вы можете узнать, посмотрев этот фильм. Ты когда-нибудь находил способ выжить? Понимая, что это плохой выбор, но ты должен был выжить. Бывшие одноклассницы Мира и Ольга встречаются спустя 10 лет. Светская львица решает наладить личную жизнь подруги и помогает ей превратиться из серой мышки в роковую красотку. Девушки отправляются в Сочи, где проходит, нет, не Олимпиада, бизнес-форум. Москвички без труда покоряют мужские сердца, попав в водоворот романтических приключений. Вот и нет! А ты кто? Ваша жена. У меня много чего есть, но вот жены, пока нет. Марафон спортивных картин продолжается в киноцентрах. Это чемпионы и в спорте только девушки. Также на больших экранах ВИ и Волкс Волл-Стрит. Анна Рыбина, Сергей Селявин, Антенна-7. В бассейне «Альбатрос» стартовал областной турнир по плаванию на призы чемпиона Олимпиады 1992 года Юрия Мухина. Лучшие спортсмены региона соревнуются в разных стилях плавания, но на одном отрезке 200 метров. Именно на этой дистанции выступал Юрий Мухин. Два пловца, Андрей Ботвин и Антон Агешкин, едва не обновили областные рекорды. Ботвин уверенно выиграл заплыв вольным стилем. Не дотянул какие-то соты до своего же регионального достижения, установленного в конце минувшего сезона. А в брасе два Антона, Агешкин и Тищенко большую часть дистанции шли вровень. Финиш выиграл Агешкин. Рассчитывал на победу. Тренировался много. Почему не выиграл Тищенко в конце? Потому что нарабатывал финиш. Последние 15 метров я выложился на 100%. Подержать форму, также тренироваться в дальнейшем. Не болеть. Но на следующий соревнование будем бить рекорды. Егор Югин и Яна Сингаевская установили личные рекорды. Югин с большим отрывом выиграл дистанцию на спине. Сингаевская проплыла 200 метров брасом по нормативу мастера спорта. Есть на кого равняться, с кого брать пример. И стиль он в раз хорош тем, что чувство воды, как никогда техника. И смотришь Олимпийские игры на наших выступающих спортсменов. И с них же берешь примеры и по технике, и по скорости. На этих пловцов, а также на Дарью Шмакова и Ивана Павлова рассчитывает руководство областной команды. Через неделю в Омске пройдет чемпионат Сибирского федерального округа. Это отборочный турнир главным соревнованием сезона. Сейчас для них будет самое главное. Резональный чемпионат России, их уровень готовности. Хотя и тоже он для них не главный. Основной старт это, конечно, чемпионат России 13-17 мая в городе Москве. Где вот Бортвин Андрей будет отбираться на первенство Европы. Остальные будут на чемпионат Европы среди взрослых отбираться. Владимир Стомин, Андрей Кузьмин, Антенна 7. Вверх за победой по штурмовой лестнице. В Омске проходит соревнование по пожарно-прикладному спорту, посвященное памяти заслуженного тренера России Василия Иванкова. Стартовый выстрел и право выступить первыми дается спасателям девушкам. Женскую команду пока представляет только Омск. За право быть лучшими в пожарно-прикладном спорте женщины наравне с мужчинами боролись последний раз в конце 80-х. В этом году организаторы соревнований решили возобновить традицию. На старт выходит женская сборная из Омска. На второй этаж учебной башни прекрасная половина сотрудников МЧС устремляется с завидной скоростью. Иначе нельзя. Анастасия Макоенко сама лично никогда людей не спасала. Просто не приходилось. Зато дочери погибшего 25 лет назад на службе пожарного в прошлом году пришлось стать свидетелем чрезвычайной ситуации на Иртыше. Погибающих на теплоходе Полесье спасал муж Анастасии, за что и был награжден медалью. Муж случайно оказался в нужном месте в нужное время. Но он как бы не спасатель у меня. Он инженер по профессии. А просто мы находились тогда на берегу, когда вот крушение Полесье произошло. Случайным образом оказали помощь. Спасать людей – большая мечта Валерии Стазаевой. 11-классница тоже хочет пойти по стопам своего отца. Спасать людей, поисковиком каким-нибудь стать. Интересный вид спорта, и сама работа, с людьми работать. То есть это очень интересно, я считаю. И людям помогать. Но, пожалуй, главное, к чему стремятся без исключения все участники соревнований, так это повторить результат заслуженного тренера России по пожарно-прикладному спорту Василия Иванкова. Рекорд России 12,95. Рекорд этого зала – 13,26. Есть 14,39 и есть 14,41. За 15 лет еще никто не повторил 14,40. Марина Бугрова и Кирилл Борисевич. Антенны 7. На сегодня это все. До свидания. Легенды рока в Омске. 14 апреля в концертном зале Юра и Хип. Мощнейшая энергетика, чистый позитив, только лучшие хиты. Билеты уже в продаже. Уголь в мешках и биг-бегах. Телефон 505-988. Приглашаем на православную выставку-ярмарку. С 21 по 27 февраля в областном экспоцентре иконы и церковная утварь. Мед, одежда. Вход свободный. Омское региональное общественное движение «Новый город» 22 и 23 февраля с 10 часов перед зданием торгового центра «Континент» проводит турнир по мини-футболу среди команд КТОСов, микрорайонов, дворов, школ города и области. Судейская состоится 21 февраля в 18 часов в торговом центре «Континент». «Континент»